Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание номер 1184. Надо решить следующую логическую задачу. А, Б и С сыграли три партии. Причём проигравший обязан был удваивать, это значит увеличивать в два раза, суммы, которые были у остальных в начале партии. Последовательно проиграли А, Б и С. То есть в первой партии проиграл А, во второй партии проиграл Б, и в третьей партии проиграл С. В результате у всех после третьей партии оказалось по 48 рублей. Вопрос, сколько денег было у каждого из них в начале? Давайте сделаем таблицу, чтобы нам её заполнять, решая задачу, и начнём решать с конца. Итак, по условию задачи, после третьей партии, когда проиграл С, у всех троих стало по 48 рублей. Запишем это. 48 рублей стало у С, 48 рублей стало у Б, и 48 рублей стало у А. У всех троих стало 48 рублей. Давайте выясним, сколько было. Раз С проиграл, то раздавал деньги он. Он раздавал таким образом, что он удваивал те деньги, которые были на начало партии у А и Б. А раз стало у А 48 рублей, это удвоенная сумма, значит, было на начало партии 24 рубля. Было 24 рубля, и проигравший С ему удвоил эту сумму. У него стало 48. Аналогично у Б на начало партии было 24 рубля. Так как проигравший С удвоил ему сумму, у него стало 48 рублей. А давайте теперь выясним, сколько было на начало партии у С. Итак, у него осталось 48 рублей. Он отдал 24 рубля Б, то есть они у него были изначально. И он отдал 24 рубля А, то есть они у него тоже были изначально. То есть таким образом, на начало партии у него было 96 рублей. Было 96 рублей. Он 24 отдал Б, чтобы у него стало 48. 24 отдал А, чтобы у него стало 48. И у него осталось 48 рублей. На начало партии 96 рублей. Давайте теперь выясним со второй партии. Итак, на начало третьей партии у А было 24 рубля. Значит, эти 24 рубля стали к концу второй партии. Перенесем. 24 рубля. Действительно, на конец второй партии у А стало 24 рубля. И, соответственно, на третью партию он перешел с этими 24 рублями. Аналогично. У Б на конец второй партии было 24 рубля. Он в третью партию с этими деньгами перешел. И у С на конец второй партии было 96 рублей. Он с этими деньгами перешел в третью партию. А теперь выясним, что было на начало второй партии. Во второй партии проиграл Б. То есть он раздавал всем деньги. Он раздавал деньги, удваивая суммы. Удвоил сумму у А. У него стало 24 рубля. Значит, до этого у него было 12 рублей. И, соответственно, Б ему удвоил. У С стало 96 рублей после удваивания. Значит, до этого было 48 рублей. Запишем. Было 48 рублей. Ему удвоили. У него стало 96. Выясним, сколько до того, как Б стал раздавать, у него было денег. Итак, у него осталось 24 рубля. При этом он 12 рублей отдал А. И 48 рублей отдал С. То есть всего на начало партии у него было 84 рубля. Было 84 рубля. Удвоил А. Удвоил для С. У него осталось 24 рубля. Аналогично. Выясним, что было в первой партии. На начало первой партии нам как раз и надо узнать, сколько у кого было денег. Итак, во вторую партию А перешёл с 12 рублями. Б перешёл с 84 рублями. И С перешёл с 48 рублями. Это было, наконец, первой партии. В первой партии проиграл А. Значит, он раздавал всем деньги. Удваивал деньги. После удвоения у Б стало 84 рубля. Значит, до этого, в самом начале, у него было 42 рубля. После удвоения у С стало 48 рублей. Значит, до этого у него было 24 рубля. И давайте посмотрим, сколько было у А. У него осталось 12 рублей. Он отдал 42 рубля Б. И он отдал 24 рубля С. То есть у него было 40... 70, вернее, 8 рублей. 12 плюс 42 плюс 24 будет 78 рублей. Мы выяснили, сколько было первоначально денег у каждого. Итак, у А было 78 рублей. У Б было 42 рубля. И у С было 24 рубля. Осталось записать ответ. Мы разобрали задачу номер 1184. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. 登łada Você под ключевые силы. вы Pape. μ. Вы. Продолжение следует...